Доброе утро! Вопрос, как можно было получить этот шанс побывать на таком мероприятии? Аня, вы все правильно сказали. 11-й по счету Международный фестиваль Авторадио Дискотека 80-х прошел в этом году, 24 ноября, в спорткомплексе Олимпийский в Москве. То есть совсем недавно, еще неделю? Да, совсем недавно, в очередной раз Авторадио Пермь организовала приуроченную к этому фестивалю акцию. Она называлась в этом году «Будем танцевать». 20 счастливчиков, 20 победителей получили шанс за счет Авторадио съездить в Москву туда-обратно, поездом побывать на Красной площади, совершить экскурсию по Москве и оказаться на такой завершающий большой акт. Это Дискотека 80-х рок-н-дэнс в самом Олимпийском среди 30 тысяч вот таких вот преданных любителей Авторадио. Игра проходила в ноябре, закончилась она 16-го числа. До этого мы слушали в эфире Авторадио фрагменты, которые звучали от двух до пяти раз в день, в специальной рок-обработке, так как в этом году у нас Дискотека 80-х прошла под девизом «рок-н-дэнс», все правильно. И, соответственно, 20 человек получили поездки, плюсом 10 победителей получили билеты, приглашения, и за свой счет уже самостоятельно прокладывали маршруты до Москвы. Вот таким образом. То есть там был какой-то полуфинал-финал или, в общем-то, победить... Набравшие максимальное количество правильных ответов, отгадавших вот этих вот, этих исполнителей, которые были представлены во фрагментах в рок-обработке, и получали шансы попасть в турнирную таблицу и затем набирать баллы. Ну и, соответственно, вот Катя, одна из 20 участников данной игры, которая оказалась в Москве. Счастливее количество баллов. Катя, какое количество баллов вы набрали? 42. Прекрасно. Ну и вопрос вам, как человеку, у которого эмоции еще, в общем-то, не поприутихли, да, внутри. Как это все было? Кто там выступал? Какие эмоции вы испытали? На самом деле это не объяснить словами. Эмоции просто переполняют, потому что это восторг, это живые звезды. Ну вы чувствовали себя частью, наверное, вот этого большого целого организма. Да, когда ты чувствуешь, вот как рассказывали нам, что вы почувствуете эйфорию, и вас захватит прямо зал, когда все поднимут руки, закричат, и начнется, это да, это неосознанно, это эмоции прямо внутри сердца. Ну а кто там выступал? Назовите для тех, кого там не было. Сиси Кейдж, Бонни М, самые впечатляющие, да, группы. Очень впечатлил Вячеслав Бутусов. Пели, подпевали, танцевали. Также группа Зодиак. Много групп, разные названия, не все можешь воспроизвести в памяти. Думаю, Никита мне поможет в этом. Ну я должен, да, сделать здесь замечание, что в этом году Авторадио устроило эксперимент и объединило на одной сцене дискотеки 80-х, рок-н-дэнс, главных героев рока и всех звезд дискотек. И, соответственно, такие, да, имена, как Константин Никольский, как Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, группа Юпитер, Горький парк и все звезды дискотек. Это действительно Бонни М, Сиси Кейдж, Бэт Бойс Блю выступили на дискотеке 80-х. А планируется ли в ближайшее время каким-то образом еще пополнить список счастливчиков? Президент ВКП, учительной корпорации профмедиа и Авторадио, он объявил со сцены дискотеки 80-х, что в 12-м году у нас состоится еще, в 13-м году у нас состоится еще один фестиваль дискотеки 80-х. Может быть, под другим девизом, но он обязательно будет. И мы также будем дарить шанс нашим прямикам, слушателям Авторадио Пермь оказаться там, в Олимпийском, в центре событий. Удача любит участвующих. Да, спасибо вам большое за эмоции. Я думаю, что зрелили сейчас всех теплом, позитивом. Спасибо Авторадио, которое дало эту возможность. Ну и удачного вам дня. Огромное спасибо. До новых встреч. А мы скоро вернемся в студию. Спасибо.